Друзья, всем привет! С вами Мария. И сегодня по огромным просьбам телезрителей, наших ютуба зрителей, я проведу рум-тур по нашей квартире. Наверное, начну я с нашей комнаты, с моей, с моей кубичкой, которая сейчас живет у меня в комнате. Вот так вот выглядит моя квартира. Ой, так выглядит моя комната. Здесь стоит кровать. Ну, а кошка... Да отвали ты, ешкин кот! На ручки хочешь? Получается вот так вот кровать. Отсюда кубик прыгает на кровать, так как ему удобно. Его игрушки. Ну и здесь, естественно, как у всех, провода, зарядки, телефоны, планшеты. Кстати, ребят, айфон 4 не работает, если вставишь симку. Но прекрасно можно просыпаться и использовать как будильник. Этот телефон мы тоже брали в рассрочку. Не помню уже сколько лет назад. Так, вот этот, вот этого вот жирафа подарила мне моя подружка Аля. Вы уже ее знаете, с которой мы ездили на озеро. Мне просто так хотелось большого жирафа. И вообще мне очень хотелось жирафа. Короче, она мне подарила деньги и сказала купи жирафа. Здесь у меня шкаф. Я специально выкинула все вот эти вот деревянные шкафы. Один оставила, в котором у меня постельное белье. Но я его тоже буду менять, поэтому это пока так. Вот так вот чуть-чуть приоткрою навесу. Здесь у меня стоят сумки зимние, там летние, в пыльниках обязательно. Сюда я складываю вещи летние, обувь. То, что я сейчас не ношу. Ну, здесь у меня мои вещи висят. Поэтому здесь ничего такого интересного нет. Так, здесь что? Ну, здесь моя сумка. Это я хочу поехать к подруге. Я приготовила подарок для нее. Здесь у меня пеленочка, когда кубик ест косточки на полу, чтобы не навалились, чтобы не замарать пол. Здесь у меня стоит шкафчик. Ну, здесь лежат тоже мои прибамбахи. Какая-то вон косметика. Там тоже то же самое. Здесь мой шкаф. Здесь у меня лежит полотенце для кухни, для ванны. Нижнее белье. Мои какие-то, ну, моя одежда. Здесь у меня стоит принтер. Но так как я им пользуюсь редко, я его накрыла пока вот такой вот тряпочкой, пеленочкой. Так. Ларка пришла смотреть на окошечко. Она очень любит смотреть в окошке, поэтому я открываю ей, ну, сетку оставляю, а просто окошко открываю. Да, мяучка? Вот, акуба ей мешает. Ой, кстати, ребят, смотрите, вот такой у меня светильник. Я его привезла с России. Вот эту штуку я сделала сама. Я умею плести фенечки. Это сплела мне моя подруга. Остальные плела я. Вот так вот он внутри. Видите, какой каркас? И вот я просто на каркас сделала вот такую красивую штучку. Это детский на лялечку компенезончик такой был. Я вот здесь его заколола резиночкой. Получилось так красиво. Мне нравится. Пусть даже, знаете, говорят, что деревня и все такое. Мне нравится. Естественно, и постель я закрываю, потому что собака прыгает, и дети иногда прибегают на постель, бабахают, прыгают. Поэтому я постель тоже закрываю всякими простынками. Так, ну вот вернемся давайте сюда. Так, это моя сестренка. Это я, сколько мне здесь лет? Скорее, наверное, я приехала, была у нее в гостях. Это мы с Миланой были в Пукете. Нашла фотку, прицепила. Вот здесь наша семейная фотография с детками, с Максом. Вот этот веер делала Милана в школе. Вот так вот он у меня стоит. Я ее подделки сохраняю очень многие. Молитву я привезла с России. Здесь мне, на этой фотографии, это 2002 год. 2002 год, мне здесь даже 22 лет нет. Очень моя любимая прическа, мне нравилась. Это я ездила во Владивосток. Так как я не ношу обыкновенные сережки, вот у меня только так и все. Эти серьги, как мне сказали, что они из жемчуга. Я привезла с Пукета. Ну, не знаю, насколько это жемчуг, конечно, но уши не болят. Так, вот такая вот куколка стоит. Моя Чочи. Так как я кейс забыла в машине, этого слоника тоже я привезла с Пукета. Это вот для благовоний из России я привезла. Я сюда иногда ставлю свечку, чтобы дома погорела свеча. Мне очень нравится. Ну, эту штуку вы уже видели, девчонки вон заморали. Ну, естественно, обязательно утюг. Хоть мы и пользуемся редко, но дети гладят форму свою в школу. Так, ну, это вот отлеплять, да? Чистить одежду. Это вот Лешка мне дарил. Вот такую кружечку. Ой. А вот это вот, знаете, да? Вот так вот. Кайф, кайф, кайф. О, классно. Головочесалка. Так как я люблю всякие мелкие прибамбахи, вы уже заметили, у меня вон игрушечки. Я с России привозила вот этих вот челдобреков. Миланка у меня маленькая. Здесь она, когда она была маленькая, я делала слепки из ее ручек и ножек. Все стоит. Это у меня мое, как это сказать, место красоты, наверное. Здесь у меня много чего. Кисточки, ножницы обязательно. Это вкусняшки этому кубику, потому что иногда он что-нибудь не кушает, и я его угощаю. Вот этот вот прибор я покупала. Он, это светотерапия. Вот, получается, нажимаешь на кнопочку, подводишь на лицо, и он определяет. Вот, смотрите, слышите, он пикает. Вот, он показал синенькую, синий индикатор, и вот так вот нужно водить по лицу, потому что синее, это увлажнение, у него несколько режимов. это придание сияния, это упругость кожи. Вот этот цвет, он делает все вместе, все режимы в одном. В общем, я ее пользуюсь. Классная штука. Вот, мне очень нравится. Раз в день я всегда ее делаю. То есть, я за своим лицом очень слежу, и, наверное, с 27 лет я начала мазать кремами лицо обязательно. То есть, если я иду в ванну, и выхожу из ванны, и в ванне я умываюсь, делаю скраб, пилинг, умывалку обязательно, очищаю лицо, вот, то после того, как я прихожу с ванны, я обязательно нанесу тоник, без разницы какой он, это антивозрастной, я нанесу тоник, может быть, я нанесу эмульсию, либо я нанесу эссенцию, вот, либо, вот у меня здесь в пробничках есть эссенции, ханюль, вы, наверное, знаете такую фирму. Так как я занимаюсь косметикой, у меня очень много пробников, и уже их надо все израсходовать. Обязательно крем для глаз. О, Господи, сейчас я покажу. Придется, наверное, поближе, да, показать. Маски для лица. Это разогревающая маска для лица. Это глиняная маска для лица. Ну все, тихо! Собаки требуют, чтобы с ними играли. Макс, фу! Заканчиваем с моим столиком, потому что если я еще открою то, что у меня находится вот здесь, а здесь у меня... А здесь у меня тени. Тени разные. Я практически косметикой сейчас вот года два как не пользуюсь вообще. Просто не хочу. Это лабиоты, палетка. Вот так. Короче, здесь у меня маски. Обязательно маски для лица. День через день я делаю маски. Ванжин. Очень неплохие масочки. Хэра. Хэра. По-корейски мы говорим хэра. Хэра. По-русски вы скажете хэра. Так. Ну, что еще? Вот такие опять GM Solution. Хорошие маски. Ой, почему GM Solution? Это Jaijin. Хорошие маски. Мне нравятся. GM Solution. Неплохая фирма. Я рекомендую. В России она тоже должна быть. Ну и... А, это маски. Вот, кстати, вот эти маски нам дают в аптеках. Здесь их две штуки. Они стоят 3 доллара. Это вот так вот нам выдают. Я сюда положила. Вот детям тоже выдаю. Либо вот одноразовые я купила. Ну и все, в принципе. Здесь у меня аптечка. Здесь тоже маски. Здесь у меня аптечка со всякими... Ну, что там, от горла, от головы. То есть, все как у всех. Так. Здесь у меня расчески. С вьющимся волосам я не рекомендую расчески. Я расчесываюсь только после того, как вышла из ванны и все. И в течение дня я не расчесываюсь. Духи. Это молекула. Не знаю, знаете вы такую или нет. Очень классные духи. Мне нравятся. Это шанель мадемуазель. Ну, она зимняя. Моя фотография. Вот. Тоже вот духи. Это масло. Неплохо пахнет. Так вот на его... Намазать пару капелек и вкусненько пахнет. Так, в принципе... Ну, вот так вот у меня духи. Но у меня еще одни есть. Сейчас как раз лето. И как раз, в принципе, хорошо, что я вспомнила. Их надо вытащить. Вот. Это шанель ченс. Уже можно использовать. А мадемуазель можно убрать. Потому что у нее такой более зимний запах. Так. Ну и все. Здесь что? А, здесь у меня Миланкина игрушка, когда она была маленькая. Кстати, ну, это моя фотография. Здесь Милана писала, что урикаджок, урикаджок саранхэ. То есть, она любит нашу семью. Вот. Это как? Ну, это, наверное, какой-то наш девиз семейный, да? Что мы все-таки друг друга все любим. Вот это ее игрушка. Здесь у меня фен. Я не знала, показать фен или нет. Фен покажу. Вот такой вот. Так. Ну-ка, не лезь. Вот получше же сейчас. Лара, ну-ка, давай ему тренделюсь. Что это такое? Фен у меня с диффузором, так как волосы вьющиеся. Перестань, кубик. Не лезь к Ларе. Так, ну и здесь у меня сумки, сумка в пыльнике, халаты домашние. Это вот сейчас летний рюкзачок. Это вот кофты. Тоже сумка куда-нибудь быстренько сбегать. Гладильная доска. Ну и Луи Виттон ждет подругу, потому что сейчас отправлять ничего нельзя. Вот. Либо она приедет, либо я и сумку отправлю. Ну, полотенце. Так. Не съешь. Не погрызи. Это крема для рук. Натур Репаблик, друзья мои. Так. Ну и пойдемте в зал. Вот так вот с комнаты выглядит зал. Я не знаю, наверное, будет отсвечивать, но вот диван. Я купила его в Икеа. Он раскладывается. То есть к Миланке часто приходят друзья. И так как у Миланы в комнате односпальная кровать, ей, ну, неудобно с ними спать. Поэтому детки раскладывают и спят вот на диване. Подушки. Ой. Ну и здесь у меня как так поднавалено, потому что что-то я... Это антисепстик для воздуха. Это, например, попшикать диван или кондиционер, в общем, для белья. Это тоже сейчас... Как он, как он называется? Не антисепстик. В общем, обеззараживание воздуха. Это вот чистилка для одежды от собачьей, кошачьей шерсти. Это вот пыль вытирать. Здесь у нас зонтики висят. Кондиционер. Это мои цветочки. Я все никак не могу купить горшок и пересадить их в один горшок, потому что ему уже здесь тяжеловато жить в этих маленьких горшочках. Наша фотография, детей фотография. Это вот недавно я повесила шторы. Мне нравятся. Ну что здесь? Телевизор, пылесос, провода, сумка, в которой лежат насадки на пылесос, домофон, Миланкина, картина. Она маленькая, очень похожа на меня вот на этих фотках, когда я маленькая была. И она была более светленькая, а сейчас она уже такая, ну, потемнела. Вот, посмуглее стала. Телевизор, мы смотрим телевизор с макбука. Так, здесь что? Здесь пульты, здесь Максин от аллергии, крем, всякие, что это такое, вай-фай. Так, здесь у меня колонка при бамбахе от камеры. Здесь у меня блок памяти на терабайт лежит. Я туда скидываю все фотографии. Дальше. Бенджамин мой, цветочек. Это он достался от подруги. Мы хотели, мы хотели его вообще выкинуть. Он был вот такой вот здоровый. И я его обрезала, и представляете, он дал ростки. И вот он растет. То есть зимой он дома, а летом сейчас его надо будет вынести на улицу. Очиститель воздуха синеньким показывает, значит, дома все хорошо. Собака. Собаке я сделала вот такую... Ты что замерз? Ты мерзнешь, собака! Сделала вот такую лежанку. Просто сложила две подушки, зашила их посередине. И вот такой вот тряпкой завязала. Получилась вот такая вот лежанка. То есть, если смотреть нашу квартиру с входа в квартиру, вот получается вот так. Зал, одна комната Лешина, наш холодильник. На холодильнике, вот в этих черных штуках, вы видите, там стоят то, чем я не пользуюсь. Хлебопечка, очиститель воздуха маленький. А, увлажнитель воздуха. И Максины вкусняшки там лежат. Значит, с зала вот такая вот. Это вход домой. Висят тряпочки для собак. То есть, по-любому нужно протирать ноги, когда они заходят домой. Здесь у нас, ну, шкаф для обуви. Вот, ничего такого. Здесь я придумала такую доску с фотографиями. Я очень люблю фотки. Наверху вот собачьи пакетики, чтобы расчесывать собак. И не знаю, откуда эта куколка взялась. Но, видать, Милана положила. Можно воду собакам давать. Это вот мы тоже очищаем. Миланка эти тополы там, например, протрет. Я не знаю, в общем, зачем мы эту штуку купили. Вот она лежит, мы еще не можем найти применение. Так, ну и я любимая. В зеркале. Так, что дальше? Это наш стол. Мы здесь кушаем. Это я в машину приготовила положить. Салфетки мокрые. Миланкин паспорт. У Миланы двойное гражданство. Это ее корейский паспорт. Это нужно сходить и получить маски. Специально приготовила. Ну, что тут? Ну, тут стол, как всегда, я уже говорила. Ключи от машины. Это семечки. Никогда есть не можем. Опять-таки, обеззараживающая штуковина для рук. Здесь собачьи наши поводки. Этот поводок я покупала в России. Вот, в Корее бы он стоил очень дорого. Я, когда в Россию ездила, я собакам, собаке, она покупила кучу всего. Два поводка, шлейки-ошейники, теперь кубика. Здесь Максина зимняя одежда была. У меня кружки. Здесь, кстати, вот сейчас уже надо будет вытаскивать вот такие штуки. Я делаю летом компотик, ставлю в холодильник, и детки его пьют. Так, здесь прихваточки тоже с России. Кстати, нужно будет заменить досточки. Вот мы поедем с Миланкой потом вместе, выберем досточки. Здесь это собачьи, кошачьи для еды, тарелочки маленькие. Здесь у меня, что? Здесь у меня вот такие бутылки пустые. Очень пригождаются иногда вот такие пшикалки. Вот я разлила по всем комнатам антисепстик для воздуха детям. Это вы уже видели. Так, кошачий туалет. Мультиварка. Печка. Это комната Леши. Она небольшая, но мы жили, когда в другой квартире у него даже окошка не было. Поэтому сюда попадает к нему свет. Вот точно такая же комната была у Миланки, когда мы жили на другой квартире. Поэтому Леше досталась маленькая комната, потому что он меньше всего находится дома. И как бы он дома спит. И вот компьютер, где он монтирует. Здесь у него есть русская клавиатура. Вот эту штуку он сделал, потому что говорит, ну, чтобы ему не больно было нажимать. Он жмет, играет. Вот. Здесь у него, здесь стоит, я покупала ему раскладное кресло. Но что-то я подумала, что как-то стрёмно, что Лешка будет на раскладном кресле спать. И купила ему кровать. Вот. В будущем, я надеюсь, скоро он переедет в свою квартиру, будет жить отдельно. И, естественно, будет к нам в гости приходить. И будет спать на кресле. Иногда кровать заберет с собой. То есть, вот как-то так. Тоже я брала в Икеи. Очень хорошая кровать. И выбрасывать жалко. Поэтому пока она стоит. Ну, и здесь у него, понятно, вон, какие-то книжки. Также у него есть, вон, русские сказки. Я с России привозила. Очень много детям я привозила русских книжек. Всякие корейские книжки. Естественно, для лица. Вот у него тоже есть. То есть, у него диски для очищения лица. От черных точек. Вот такой вот сиракл, салфеточки для носа. Так, витамины. Ага, да, витаминка осталась. Едят, значит. Нитка для зубов. Это тоже маска для очищения черных точек. Она такая зеленая. Вы, наверное, ее знаете. Так, это не то. Это когда прыщики появятся. Знаете, так вот по прыщикам. Так, так, так делать. Потом, вот, кстати, это и есть охи. То есть, русские прочитать нормально не могут. Читают охуи. Вот так. Читается охи. Вот, охи-вздохи, в общем. Тоже масочка для губ. Это для лица. Эмульсия тоже от прыщиков. Потому что у Лешки кожа жирная. Это для волос эссенции. Оно нифига не пользуется. Лешка гражданин России. Поэтому у него российский загранпаспорт. Это его духи. Джимми Чу. Не знаю, знаете вы такие. Нет. Это вот пшикалки. Для подмышки. О, это для... Это брицет. Надо в ванну поставить. Вот он антисепстик. Я вот сюда налила. И вот так вот. И Леша сказала, чтобы он пшикал в комнате. Но если он не пшик, то пшикаю я. Ларка уже пришла. Это мы привезли с Миланкой из Таиланда. Ему вот такого дракона. Потому что Леша родился в год дракона. Ему очень нравятся драконы. Ну и все. И так вот наушники. Вот. В его шкафу. Ну, в принципе, ничего такого нету. Мы недавно все поубирали. Перестирала все его футболки. Там джинсы. Здесь собачьи подстилки. Так что как-то вот так вот. Наверху стоит чемодан. Так как мы все-таки ездим куда-то. Там у нас лежат альбомы с фотографиями. А вот этого петушочка я тоже с России привезла. Когда Лешка был маленький. Он с ним игрался. Вот. Ну и комнату Миланки вы уже все видели. Она легла поспать. Пока я вот тут снимаю. Спи, спи. Вот. Комнату Миланки вы уже видели. У нас был отдельный рум-тур. Вот. Тоже у Миланы есть такая штука. Чтобы... Ой. Закрывать. От Макса. Вот такая вот у нас квартира, ребят. Я ее очень люблю. Мне очень все нравится. Я планирую поменять наш ковер. Там под диваном лежит светлый ковер. Хочу поменять, попробовать. Но не знаю. Собака все-таки приходит с улицы. И иногда ей лапы никто не протирает. Она так идет. Что вы, собаки? Ну и... Показать. Это такой у нас как балкон. Видите? Все ноги, блин, сломала, блин, об эту штуку. Здесь, когда я занималась косметикой, у меня были коробочки. Я сейчас отправляю, конечно, потихонечку тем, кто знакомым остался. Ну, так я уже не занимаюсь этим, потому что это неинтересно. Это вот эта вот пленка. Здесь вещи, так как у меня сестра живет в деревне, и кое-какие вещи для Миланки я оставляю и потом отправляю в Россию. Моющая швабра. Здесь у меня стоят баночки вот в этой штуке. Потом мы поставим сюда вот этот столик. И можно будет сидеть на балкончике, пить чаечек и смотреть вот на... Ой! Вот на такой вот вид на улицу. Вот. А вот в этой большой штуке у меня очиститель для воды. Нужно подключить, и все никак времени нет. Ну, в общем, вот такой балкон. Мне очень нравится. Очень удобно и классно. Внизу соседи. Здесь, кстати, тоже кошки бегают. Поставила, кстати, защиту от ветра. Вот надо спросить Леша, сына, теперь дует в микрофон ветер? Нет, потому что ветер дует. Так вот специально встану. Проверить, чтобы дует или не дует. В общем, вот такая квартира у нас. Здесь мы живем и будем еще жить в ближайшие несколько лет, пока район не снесут. А вот специально нашла. Смотрите, это мои рисунки, когда я была маленькая. Собачка. Здесь даже написано. Маша К. 89-й год, 24 февраля. Первый рисунок называется Голубой щенок. Это вот мои рисунки. Это мне, получается, 9 лет было. Это мой папа все хранил. Царевна Лебедь, тоже 89-й год. Мне папа всегда говорил, чтобы я все подписывала. Короче, рисовать я не умею. И наш значок в Ютубе нарисовала я сама. Это 2011-й год. Это, наверное, рисовала... Ой, а кто это рисовал? Тоже кто-то из деток, наверное, рисовал. Вот еще. Смотрите, это 87-й год. Это тоже я рисовала. Это уже мой папочка подписывал. Тоже я рисовала маленькая. Также и дети мои хранят все свои какие-то рисуночки. Это... Это Миланкина, да? Да. Это Миланка, 3,560. Девочка. Вот это у меня лежит. У меня даже и тест на беременность лежит. И от Леши, и от Миланы. Так, здесь, наверное, волосюшки Миланы. Это Леша мне писал. Привет, мама. Я учусь на пятерке. Я бабушку и дедушку слушаю. С Натальей Дмитриевной занимаюсь. Желаю счастья. Мама, я по тебе скучаю. Твой сын, Леша, 23 декабря. Какого года, интересно? Вот. Также и ножки у меня все здесь детские. И мои. А вот по этому блокнотику я, когда только приехала в Корею, вот я писала. Пожалуйста. Здравствуйте, Анехас и Йо. Вот. Вот все мои. Так, как я учила корейский. Каждое слово. Алфавит. Каждое слово я писала. Фразы. Вот так вот целыми днями я учила все это дело. И маты здесь есть. Всякие. Ну, конечно же. Это вот когда у меня телефон был. Видите, я не знала вообще, как что нажимать на этом телефоне, вот у меня написано вот, куда что нажать, как отправить письмо. Смотрите, друзья, специально нашла свой телефон еще с тех времен, но он и уже более поновее. Это 2009 год. Он был уже цветной и был с камерой. Вот такой вот телефон. И вот я записывала, да, там вот эта первая кнопка, эта вторая, там что делать, куда нажимать. Этот телефон в то время стоил 500 тысяч. Ну, это где-то 450 долларов. У меня память хорошая на даты. Память хорошая. И у меня вообще память хорошая. Вот поэтому я много чего помню. И вот я еще специально принесла, нашла вот такие вот фенечки я делать умею. Меня научила моя подружка. Это мы, это я делала на, браслет на руку. А вот этот браслет, это делал мой муж кореец. Вот, то есть он видел, как делаю я и решил тоже мне помочь. И вот мы вместе с ним сидели, плели, блин, целыми днями и вечерами. Ребят, вы спрашиваете, почему нам вместе с ним не сойтись? Ну, время уже прошло, поэтому у него новая жизнь, у меня своя жизнь и очень красиво, между прочим, смотрятся. Вот такие фенечки. Давайте я вам покажу. Я не знаю, только получится, нет? Вот так вот, смотрите. Очень красиво. Очень красиво. Сейчас уже такую красоту никто не носит, поэтому она вот у меня лежит вот так для красоты. В общем, вот такой маленечко, ну, в принципе, вот такой вот рум-тур. Так, э, ты чё, блин, там грызёшь? Твою мать, нельзя, блин, грызть. Я провода специально нашла для камеры. Э, ай-яй-яй-яй, кто грызёт, блин, ёшкин кот? Получишь, блин? Нет. Лёшке отнесу. Это для камеры как раз. Ну, дубль два. Вот такой получился рум-тур, ребят. Вот такая вот наша квартира. Вот так вот мы живём. Живём все в любви и согласии, в радости. Помогаем друг другу. И вам того же желаю. Помогайте своим родственникам. Любите своих мам, любите своих братьев и сестёр, потому что ближе вас никого нету. И даже если вы ругаетесь со своими братьями и сёстрами, ну, старайтесь мириться, потому что это всё-таки ваша кровь. Я не хочу сказать, что все хорошие. Есть и нехорошие братья и сёстры. Вот. Но смотрите на себя. Как вам подсказывает сердце? Хотите дружить и хотите нет. И поменьше обращайте внимание на то, что говорят другие люди. Срач у вас дома, не срач, грязно. А я бы сделала так, а я бы сделала так, а я сделала так. Поэтому, друзья, я вам показала свою квартиру. Там уже пишите комментарии, понравилось вам или не понравилось. А как у вас в квартире, что вам нравится. Ну, вот я такой человек, я люблю сохранять что-нибудь. Вот. Может быть, это Плюшкин, но вот такой вот я Плюшкин. Всем пока, всем их целую. Спасибо за просмотры. Просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарики обязательно. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Всех целую, пока-пока. Пока.